Друзья, перед началом этого видео хочется вырасти особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. И благодаря им состоялся турнир EFC 36. Мы смогли на него приехать, а бойцы получили достойную оплату. Пейте Gorilla. Отличный энергетик. Поздравляю Азамата Джекаева с досрочной победой. Отличный финиш показал. Расскажи, какие сейчас мысли в голове? Мысли. Мы порадовались с тренером. Сейчас приедем в Осетию и будем дальше готовиться. У меня один бой был по контракту в Eagles Fighting Championship. И сейчас посмотрим, дальше обговорим с тренером, как быть. До этого ты же выступал в Young Eagles и в Беркуте, и потом еще в ASE Young Eagles. С ними отношения закончены? Да, я выступал в Young Eagles. У меня там не было контракта. Я просто не предлагал, я дрался. Мы дрались там без контракта. Поэтому сейчас нам предложили здесь на один бой контракта, и мы согласились. Чергесов – это имя было в лиге GFC, в лиге Eagles. FC – парень, который был претендентом на титул. Сейчас, когда ты его победил, ты много очков себе, можно так сказать, набрал. Хотел бы ты контракт с Eagles, потому что я думаю, что они в тебя заинтересованы теперь. Я знаю, что когда мне сразу предложили Анвара Чергесова, мы сразу с тренером обсудили. Мы согласились буквально через полчаса, потому что я знал, что он соперник с именем. Он стоит в рейтингах намного выше меня. И поэтому мне было в первую очередь нам с тренером было проверить себя, как я буду драться с таким сильным соперником. А насчет контракта – да, сейчас мы посмотрим, обсудим. С тренером сядем, обсудим с ними, что они нам предложат, и будем от этого отталкиваться. Каково выходить вообще в статусе андердога, причем жесткого? На тебя коэффициенты были около трех. Тебя вообще это больше заряжает или наоборот как раздосадовало что? Кстати, да, мы еще с тренером сегодня в гостинице сидели и мне прислали там, что на меня три с чем-то был коэффициент. Мы так посмотрели на тренера друг с другом и посмеялись, сказали, что сегодня много ставок мы, скажем так, прокинем. Поэтому меня это, если честно, зарядило, так как я понимал, что я андердог, что мне надо доказывать. Я знал, что еще Хабиб прилетит, что они из одного клуба, он их представляет, их клуб. И мне было, ну, я был заряжен на этот бой. Я не думал даже о поражении, ни о чем, кроме победы. Ты еще, мне кажется, очень крупный парень для своей весовой. Сколько ты гонял, плюс ты еще вложил пост в Инстаграме, что самое сложное уже позади – это весогонка. Нет, я гоняю около 9-10 килограммов. Не сказать, что много, но, кстати, в этот раз весогонка прошла очень легко. Мы прилетели с Владикавказа за сутки до вздешивания, у меня осталось только 800 грамм. То есть я даже, можно просто лег спать и утром проснулся, я уже был в весе. То есть с весогонкой проблем особо не было. Расскажи еще немножко про место, где ты тренируешься. Ты из Алани Файтима, я правильно понимаю, у Марата Илаева. С Алани Файтима, Марата Илаева. У нас там в моем весе очень много хороших ребят. Там они выступают в ВСЕ, Азамат Бикоев тоже там, Ричард Тотров. Очень много ребят моего веса, полусредневесов, средневесов, с кем мы друг другу помогаем готовиться к боям. Поэтому мы никуда не уезжали на сборы. Я готовился в Алани МАС под руководством моего основного тренера, Марата Илаева. И у нас там тренера по ударной. Миша Весницкий тоже ему спасибо. И по гребнигу отдельные тренера. Но основной, да, мой тренер Марат Илаев. Он нас готовил. От начала до конца подвел к этому бою. Когда будешь готов вернуться? Я думаю, сейчас у меня травма. Ну вот нога только. Особо так травм нету. Поэтому в ближайшие дни я уже могу даже в понедельник выйти на тренировки. И будем ждать. Потому что у меня полгода. Я до этого у меня год был простой. Сейчас полгода был простой. За полтора года два боя. Это очень мало. И хочется чаще выступать. Поэтому сейчас сразу я думаю начну тренировки. И ждать следующего боя. Азамат, еще раз тогда с победой. Надеюсь, матчмейкеры лиги EFC подпишут такого яркого бойца. Отличный был финиш. Друзья, вы подписаны на инстаграм Азамат. Он появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии. И награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Instagram. Где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.